нахитительная очередная психологическая травма достаю изготовлена 5 06 22 будем до 2 12 и вот мятая банка 1 2 3 4 5 6 7 8 банок мят вот я вот еще баночку нашел король смотришь так и не видать сейчас я здесь посмотрю потом падать на женщина кого придурком назвали женщина позовите руководителя пожалуйста вы слышите к вам обращаются игнорирует просто руководителя магазина позовите пожалуйста это она пока называет покупатели придурками не толкаешь вообще обалдела что ты чё толкаешь на директор да не слышал руководитель руководитель иди сюда для просрочки целая телега а горячая линия здесь нет в этой дороге позвонил туда что директор сейчас узнаем как ее зовут назвала дураками это должно быть подскажите как у вашего руководителя плескач с вами можно побеседовать чтобы дурака включаете с вами разговаривают руководителю магазина с вами можно побеседовать слушай она что глухая что ли ну не знаю она располнется игнорирует абсолютно плескач мира 14 город мурмут давай просочек молочный коктейль курс шоколад чудо будем до 2 12 22 года нету нету у них вообще никакой информации ни про супервайзера ни про директора вообще отсутствие телефона просто написано защита от потребителя там и номер горячей линии все больше никакой информации нам придется если вы было зачем нам нужно было звонить вам мы бы напрямую позвонили сейчас что нам делать она от нас бегает общаться с вами не ходит понятно короче это без убийцу звонить они не перерешают они сказали что на работе мы поняли что на работе вот они отправили пришла заявка мы оставили номер обращения 306 309 67 решение будет до двадцать восьмого метра ну девятнадцатого они говорят у них на выходе должно висеть должно информацию должно висеть ну видишь нету у них у нас заснято что нет есть вся информация о сроке годности и они вскрывают вот представляют вот такой вот а здесь они взяли срок годности вырезали ну поставим зачем вырезали срок годности ну понятно что скрывает вероятно всего просрочено ну снятия пускай поясняют маркировки нет ну маркировка специально вырезана здесь возможно тоже не будет вырезана информация оторвали этикетку по срокам годности минимум специально вот сейчас сделал за них работу да сделал за них работу ты их работник должен пройти и был сделать то что сделали мы вот как там связаться с руководством вот это вот этого надо положить немножко да там нету штучки значит руками надо накладывать вот этого надо немножко бросить орешков жареных соленых но так кундука положил это стройка может быть сейчас директор пойдем а может сейчас директор подойдем я не знаю я сомневаюсь так ну еще посмотрим поймем Так. А, еще вот это корректно. Ну, сейчас на хаосу, давай, приезжаем. Зайдет, никуда идет. Я, наверное, еще немножко изюма должен. Я очень люблю изюм. А, вот и все. Самое главное забыло. Самое вкусное. Сернослив, да. Самое вкусное. А лопатка, я так понимаю, здесь одна, да? Ну, две. Две, да? Понятно. Ну, я думаю, достаточно, да? Да хватит, да. Ну, хватит. А то обожремся. Сейчас я это завезу. Пойдем осмотрим. Что мне надо делать? Сейчас я только попробую. Смотрим. 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 Может, такой будет? Осторожно было. 2-го, 12-го. Три месяца прошло. Три месяца. Представляете, три месяца. Польша. Три месяца, 17-го. Мы в углу нашли деньги. Что? Сразу на витрине лежало. Только подошел, взял, а первое прошло. Так. Вот так. У вас оно лежит, с свободным доступом, и вот мы положили, выбрали все товары. Финики — это одна сумма. Вот эта вот ассорти другая сумма. Вы смешали все в кучу. Как я вам это все открыто, выставлю вам счет. Ведь они все по разной цене. Вы должны каждый пакетик... А где такое написание, что мы должны это делать? Вообще это все так дело. Где такое написание? Он мне в первый раз пришел. Какой вообще в первый раз не было? Ну, а как вот я... Я не знаю. Вот есть писание. Как это? Ну, как вот? Я вот это могу. Вот это вот все поставить на весы. Посмотрите. Весы. И какую... И какую цену я назначу вот этому? Ну, какую-то назначите. Какую назначить или такая будет? Я не могу. Я не вправе. Мое дело продлевать по цене. Смотрите. Мы покупатели. Вы работник магазинов. Правильно? Мы выбрали товар. Предъявили его на оплату. Да. Все? Да. Цену предложите и возьмите оплату. Все. Все просто. Я не вправе это сделать. То есть вы отказываетесь в обслуживании. Правильно? Вот это взвешиваем. А как же мы приобретем этот товар? Я не знаю. Вы все в кучу свобили. Вы кто по должности? Продолжите. Может быть вы руководителя позовете? Он должен решить этот вопрос. Не ваш? Я думаю, как мы руководителя все таки увидим. Они сказали, а вы так? Это так. Это так. Это так. Да. Они не хотят. Вы прокомментируйте. Они так не хотят. Вот сюда посмотрите. Цена разная. Вот сюда посмотрите. Цена разная. Цена разная. Светлана Григорьевна, дурочку не включай. Куда вы носите? Куда пошла? С первой пошла. Слушай, она вообще дебильная что ли? Я ей показываю просрочку на 3 месяца. Она куда-то побежала. Пойдем еще наберем. Там много побегов. Уже жалобу на тебя оставили. Нет? Светлана Григорьевна, уже жалобу оставили. Ну, да хорошо. Ну, все хорошо. Посмотрите. Вот я вам предлагаю посмотреть. Катрин, половина месяца прошло. Вы видели. Спасибо. Разрешите войти. Куда? На свое рабочее место. Можем с вами пообщаться. Я ей просрочку показываю. Она даже просто как-будто у меня нет. А ее еще возьмем. Правильно? Угу. Говори ее сейчас. Да? Этик. Ну, а что нам надо? Надо забирать. Мы выбрали. Хотим купить. Человек забрал. Убежал. Да? Самое интересное, прячется зачем-то. Вообще непонятно. Как-то можно поговорить, да? Пришли к вопросу. Вообще. Вообще. Просто не хочется. Мы не устанем ходить. Там еще есть. Ну, а возврат можно сделать. Завтра срочно. У меня товар. Я же вам не сказала. Я ничего не делаю. Вот. Я купил у вас просроченный. В таком виде вы не посыпали. Вы меня правильно слышите? Вы слышали. Вот. Мы хотим, я хочу вернуть деньги за просроченный. Я вам вызвала администратора? Что у меня случится сейчас? Мне нужен возврат за просроченным молоком. Пожалуйста, я вызываю администратора. Это в ее компетенции нормально. Я не продаю. Я продеваю. Это делаю. Ну, так пробейте возврат. Что-то с чем сложность сказать. Это не в моей компетенции. Ну, позовите, позовите человека, который продублирует. Это такие операции. Понимаете? Я не знаю ваши должностные обязанности. Вот я вам объясняю. Вы просто сделайте возврат, как положено, в соответствии с вашим магазином. Вы меня послушайте. Я не имею права делать возврат. А мне все равно, что вы имеете или не имеете. Делайте только администратору. Мне тоже. Мне все равно. Вы обязаны вернуть. Я был администратором. Ну, все. Ждем. 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 Так. Простите. Нет, нет. Пока вы с нами не закончите. Вы нас обслуживаете. Закончите обслуживание. Вот как вы закончите. Все будет хорошо. Ну, сейчас вот, если вдруг решите от нас убежать, мы все кассы заведем. Пока нам возврат. Ничего не сделаем. У вас же бегает директор. Вместо того, чтобы решить вопрос с покупателями, на данный момент, бегайте от нас. Вы усугубляете всю ситуацию. Я стою на своем рабочем месте. Я не знаю. Ну, а что у вас директор себя ведет неадекватно? Я-то откуда знаю. Ну, я не знаю. Мне кажется, вы должны отвечать друг за дружку. Нет? Или каждый по себе. Или у вас все-таки коллектив тут. Нет? У нас коллектив. Что-то незаметно вашего коллектива. У меня своя работа. Я служила покупателями. Директор вас подставил и убежал. И вы теперь должны расхлебываться вот с этим вот цепучим товаром. Владимир Владимирович, по сути, они отказываются. Ну, давай, сейчас мы конкретно. У тебя зафиксировано, что отказываются принять возврат? Я не говорю, что я отказываюсь. Я не буду. Я не говорю, что отказываются. Давайте это отложим. Мы сейчас говорим про возврат денег. Возврат денег, еще раз объясняю. Это не творит мою компетенцию. Это входит в компетенцию руководящего. Ну, то есть отказываете, правильно? Но вы лично отказываетесь? У меня даже документов нет, как это сделать. У вас спрашивают. Вы можете сделать? Лично вы отказываете? Но вы же отказываетесь лично вы? Отказываетесь? Ну, тогда делайте, если не отказываетесь. Вы, русский язык, понимаете? Вас спросили. А вы не понимаете? Вы отказываете нам сделать возврат? Я не имею права. Я вообще не знаю, как это делается. Ты хочешь, тупее. Так значит, что? Вы отказываетесь? Я призвала администратора, который это делает. Но оно тоже не приходит. Я не имею права это делать. Мои должностные инструкции это войти. Это понятно. Поэтому вы нам отказываетесь сделать возврат по этим причинам. Правильно? Я сказала, я не буду ничего делать, потому что я не буду. Я говорю, отказываетесь сделать нам возврат. Вы же отказываетесь по сути. Не важно, как вы можете, вы можете. Вы сейчас куда-нибудь попадете или это? Что попадете? Видео попадете? Видео попадете? Вы видите в интернете. Наверное, сегодня или завтра. Да ради Бога. Ну а что это за то, что это? Да вам плевать, я знаю. Вы трехнеческие прогулки говно будете. Ну а как? Вы говорите хоть ему слов? Что скажите? Может Путину написать. Вы так не любите наших президентов? Почему тут это? Почему тут это? Ну а если плевать на всех. Вы говорите, хоть в Москву пишите. Это вы сказали. Я не говорила этого слова. Хоть в Москву. А в Москве так вон. Придент. Так вы администратора выбрали? Я бы здоров. Ну и я бы. Как долго ждать его? Не знаю. Сделайте нам возврат за продажу просроченного продукта. Да не надо про это. Вот. Купили просрочку. Вот купили. Хотим сделать возврат. Зачем вы покупали просрочку? Ну купили уже. Ну дайте я посмотрю, что она просрочена. Да не бойтесь, я вырывать не буду ее. Да я все, чего угодно могу от вас ожидать. 22-го. Все соответствует? Три месяца просрочки. Хорошо. Так ничего хорошего там предела. Спасибо вам. Чек-то куда? Сейчас я вам возврату. Мне просто показалось, что вы хотите опять убежать с чеком. Да я могу. Да, все видят. Придурки не вызывать, значит. Хорошо, что хоть заулыбались уже. Нервная обстановка вроде разряжается. Сейчас мы с вами побеседуем. Объясним, почему мы это сделали. Не будете беседовать? Мне некогда с вами беседовать. Ну вообще, понимаете, что вот этот товар нельзя реализовать в том виде, в котором вы реализуете? Он должен быть упакован и промаркирован. Представьтесь, как вас зовут? Видчик есть у вас, нет? Нету. Нету. А что так? Забыла. А, забыли. А когда зарплату придете получать, не забудете? Она в карман ездит? Я в карман кладу. Не, ну вы нам как бы чек-то вернитесь. Сейчас я вам верну. Она в карман положила, как ее зовут. А, как ее зовут, да? Нет. Здесь все равно не написано, как меня зовут. Это не то. Это не то, да? Это просто трехпот. А чего у вас нет? Пожалуйста. А вы боитесь представиться, как вас зовут? Чек основной. Да вот основной чек. Вот это что? Это все выбросить можно? Это называется, нужно утилизировать. Можете свиньям скормить. Можете сами разобрать себе дома. Вы не свиньи. А я не говорю, что вы свиньи. Вы же можете свиньям скормить. У нас нету. На витрине стоит как для свиней. Почему как для свиней? Как для людей. Там есть каждая отдельная коробочка. А я руками накладывал. А зачем? Там есть совочки. Зачем ты руками накладывал? Нету. Потому что изучайте нормативные документы, согласно которых вы обязаны работать. Вам пробить, да? Да. А здесь все вы положили как для нас. А не скорбить. С каким трудом вернулись деньги? Киньи хотели сюда? У вас же есть из нервничей. Помимо того, за них работу сделали. А вашу отмену делает начальник, да? Да. У меня чай надо видеть. К другому не стучат. Позвали? 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 Что вот это нельзя продавать? Вы знаете? Я знаю. Знаете, что нельзя продавать и продают? Кричать не надо мне. Я не кричу. Я просто... У меня состояние плохая. Вы кричайте сейчас. Я сейчас ее ёмру плохой, а потом будет отключаться. Не надо, не надо. Лучше на больничный пойдите. Сейчас позову администрации. Здесь, здесь она уже, здесь. Молчили. Молчили. Мы все время убегаете. Мы пытаемся до вас достучаться. Мы пытаемся вам показать, какие замечания в вашем магазине, а вы все время убегаете. Это развалка. Приходится через кассу вас вызывать. Спасибо вам большое. Что я, пожалуйста, принял? А то вы назад продали. Нарушите упаковку, чтобы невозможно было продать. Ну так, она же продала. Спокойно. А то ее строите и все хорошо будет. Надоровите, чтобы видно было. И, пожалуйста, сейчас не убегайте. У нас последнее замечание. Мы уйдем. Да не уже нет. Если бы все быстро вы сделали, не бегали бы от нас, мы бы еще раньше ушли. Один раз, два года пришли уже. По поводу конфет. По поводу конфет. Один раз. Департамент. Нет, не будем. Неправильно, здесь не будем написано. Не будем. Здесь? Ну вот здесь, когда. Ну, шовно назад. Замечательно. Здесь обрезано, там шовно. Убрали конфеты. Вырезано тоже. Для чего вырезано? Именно вырезано маркировку. На вторых конфетах? Скажите. Ну это, наверное, каши девочки молоденькие. В этой банке у вас, смотрите, что там стоят. Ну там небольшая, я думаю, вот здесь. Разве можно? А что с этой банкой? Нет. А, я не видела. Я ничем не знаю. Ну, я ничем не знаю. Дереченькая, тут чуть-чуть, да, это видно. А на той, как-то прям не видно ничего. Ну, девочки, моложенькие, у меня тренинг вот там хорошее. Ну да, конечно. Срезали, я в мусульбанке снимали, да, видите, да. Вместо срезания. Да ничего мы не срезаем, хорошо. Спасибо вам. Ну, можно было срочно, спасибо. Игорь. И знаете, вот я вам еще, знаете, можно вас на секундочку буквально, не убегайте. Что-то бесполезно. Вадим, что-то бесполезно. Понимаю. Да. Да. Показушно извинилась, спасибо сказала, но при этом нас обозвало. Вот это нас обозвало. Придурки? А, придурки. Придурки пришли. Я подумал, если магните, мы клоуны, здесь мы придурки. Вот выходит, и вот мы привезаем, спокойно, да. Ну ладно, поехали. Какие-то, чипят, делаю, спешат, по-помощи. Спасибо вам. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok